юбилеи такая штука любопытная особенно в россии есть юбилей похожие на победы бестия изо всех щелей насильно по 12 раз в день большой порции не имеющие никакого отношения ни к реальным переживаниям людей не к историческим событиям и никуда не деться так советском союзе праздновали столетия ленина в семидесятом выключи телевизор и накройся подушкой а все равно она тебя достанет а вас меняется и как не было никогда былого юбиляра заметили прошлом году ленину 150 стукнуло вот и я нет вот и хорошо без насилия и госпропаганды никто и не вспомнит товарищи депутаты стране в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений происходят мощные опасные процессы одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа руководству страны все 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 товарищ сахаром все нынешняя российская власть очень старается не замечать юбилея андрея дмитриевича сахарова и лучше бы она сделать не смогла они антиподы путин и сахаров вообще находятся на разных полюсах всего истории политики общественной морали и представлении о человеческих ценностях хотя в историческом смысле они почти ровесники сахарову 100 лет а путину 70 будущем году теоретически они могли пересекаться например на первом съезде народом депутатов где взошла звезда до силе никому неизвестного собчака а андрея сахарова впервые показали по советскому телевидению но нет путин тогда восемьдесят девятом году еще козырял в дрездене удостоверением штазе а портфель за собчаком начал таскать только спустя год андрей сахаров умер восемьдесят девятых для путина андрей сахаров олицетворение всего с чем так отморожено борются сейчас власти правозащитник просветитель миротворец и конечно иностранный агент если бы советская власть на своем излете додумалась бы вешать на своих граждан такие желтые звезды впрочем наше время сахаровский центр был одним из первых зачислен в ныне бесчисленную когорту иностранных агентов сильно надеюсь дожить а шансы есть до столетия путина и посмотреть как оно будет уверена что не как а столетия андрея сахарова люди отмечают во всем мире и безо всякой указки сверху сахаров он такой ему верхний указ никогда не был и не будет безо всякой указки сверху здесь на берлинской стене появился портрет сахарова работы дмитрия врубеля и виктории тимофеевой сахаров видел падение стены и в этом есть его личная заслуга здесь написано танки андрей сахаров спасибо а что россии а в россии власти сорвали выставку на чистых прудах москве она была посвящена сахарову может выставка такая неблагонадежная да вроде нет только известные портреты сахарова и его цитаты хотя да его высказывание по нынешним временам страшная крамола вот например председатель верховного совета ссср обладает абсолютной фактически ничем не ограниченной личной властью сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно опасно владимир владимирович очень опасно сахаровский центр сделал заявление по поводу срыва выставки андрею дмитриевичу сахарову не грозит историческое забвение но будущее страны которые руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов рискует оказаться печально выставка называлась тревога и надежда но вот тревога есть а надежда все меньше но кое-что по-прежнему зависит только от нас это наша память люди которые изменили мир пока мы помним есть надежда что те кто идет по их стопам все же победят